110 тысяч долларов. Стойка заплатила за полуторку в этой хрущевке Каибжамал Абаева. Чтобы купить свое жилье, взяла ипотеку. Дело было 2007. Дочка работала, муж таксовал. Так и платили за кредит. Теперь сидят практически на чемоданах. Полгода не платят по займу. Денег нет. Банк через суд уже выставил квартиру на продажу. «Ойбаи говорили, рекламировали, берите ипотеку. За рубежом все так живут на ипотеке. Тогда все квартиры были дорогие, боялись, что еще выше поднимутся цены. Взяли свою квартиру без ремонта, угловую, с ужасным подъездом, да еще в панельном доме за 110 тысяч долларов. А возвращать придется больше 200 тысяч. Вот теперь расплатиться не можем и продать. За эту сумму, тем более в микрорайоне, никто не возьмет». Это один из топ-50 списков Forbes в Казахстане. Айден Рахимбаев – владелец крупной строительной компании. Он много строил в Астане и до кризиса. В кризис власти помогли и дали ему миллион долларов на завершение строек. Трудные времена прошли, говорит миллионер. Цены на недвижимость снова растут. Это верный признак окончания кризиса. Но это не значит, что жилье становится недоступным для казахстанцев. «Дорогая ли сегодня недвижимость в целом. Существуют такие понятия, мировые понятия, как доступность недвижимости. Считается, что если, допустим, любая семья из двух работающих человек может позволить себе купить квартиру, ничего не тратя на другие расходы. Допустим, среднестатистическая семья 4-5-6 лет, то это считается нормальной доступностью. Для сравнения, в Алматы в 2007 году показатель был 11 лет. В Астане 8 лет. Сейчас же ситуация нормализовалась. Сейчас показатель является 4-5 годов». Недвижимость в Алматы и правда дорогая, считает президент риэлторской ассоциации Казахстана. Вот цифры, которые приводит Нина Липьяненко. В центре квадратный метр в среднем стоит 2800 долларов на окраине 1200. Есть квартиры, которые можно купить по жилищным программам государства или по линии жилства Сбербанка Казахстана. Там цены существенно ниже, но даже это не по карману многим и многим. 60% покупателей квартир – это ипотечники. «Молодая семья, которая недавно поженилась, имеет стабильный доход. Они в ближайшие десятилетия не приобретут на собственные средства. Им нужно еще копить, копить и копить. Поэтому основной момент сделок – это основные все сделки идут между теми лицами, которые уже что-то свое имели. Они продали, дополнили, добавили и купили что-то большей площади». «На Елисейские поля выделено 5 миллиардов». Чингиз Валиев – жертва долевого строительства. В 2007 году компания-застройщик взяла у него больше 100 тысяч долларов. Взамен обещали построить двухэтажный коттедж в пригороде Алматы. Тогда это казалось сказкой. Свой дом – участок за небольшие, в общем-то, деньги. В новый дом мужчина не въехал до сих пор. «Краха долевого строительства, естественно, основная причина была – это отсутствие должного контроля со стороны государственных органов. По сути дела, никто с этой проблемой до конца не разбирался, потому что эти недобросовестные застройщики, они же не появились просто так. Они все прошли стадию лицензирования, они все прошли стадию согласования, их планы. За ними должны были смотреть комитет по делам строительства, местные исполнители органов в лице Акимата, у них есть у всех управления строительством. Должен был быть полный контроль». До половины цены квартиры в новостройке откаты чиновникам, говорит экономист Петр Своек. Поэтому строить доступное жилье застройщикам невыгодно. Отсюда его дефицит и космические цены. «Есть громадная потребность в доступном жилье, а вот той спекулятивной и олигархической экономике, которая у нас построена, удовлетворение массовых потребностей совершенно неинтересно. У них есть потребность приватизировать лучшие земельные участки. У них есть потребность построить как бы элитное жилье, которое может быть и не будет продаваться, а будет пустовать, но зато туда будут вколочены большие деньги». Ожидать снижения цен в таких условиях не приходится. Как и удивляться, почему полуторка в Аматинских микрах стоит как особняк где-нибудь в Европе. «Есть громадная потребность»